Я вам давно не показывал как дела на стройке. Строю крышу я уже один, до этого отец помогал с этими боковыми стенами и коньковым брусом. Такая огромная-огромная у нас палка, она тяжелая и не, скажем так, была несбалансированная, потому что мы собирали ее наверху и разные части из нее весили не по центру масс. Нагрузка приходилась, поэтому их было монтировать очень тяжело, особенно на краях. Так как там высоко, это 3 метра над уровнем пола, а там еще высота дальше на вытянутую руку. Вот продолжаю я один. Сейчас я занимаюсь тем, что делаю свесы и провязаю вот такие отверстия. Друзья, для того, чтобы крепить крышу в одни руки, я придумал такую конструкцию. У меня получается свет тут на 80 сантиметров от фронтона. И для того, чтобы это все закрепить, я придумал следующее. Не придумал, это не мое ноу-хау, это я подсмотрел. Таких же ребят, которые строят в две своих руки, они используют доски, которые зарезают таким шипом и крепят, получается, вроде не обрешетку, а доску, которая выдерживает вот самую крайнюю-крайнюю ту балку, стропилину, и помогает ее туда поместить, не нависая над пропастью воржи, скажем так. И сейчас я вам покажу, как я это делаю. Готовые стропилы я опираю на стену верхней частью, потому что они лягут на коньковый брус этой вот частью. Фиксирую это все в струбцинами в нескольких местах и отмеряю на заданную высоту, вернее не высоту, а длину. Делаю отметки. Я делаю 70, 140 и 210. Это внизу, потому что я могу до них добраться. Вот они, собственно. И вверху 70 и 140 тоже, потому что с этой вот мачты я могу долезть только до них. Лестницы выше у меня не было, и когда ставились первые стропила, получается, ну, на вытянутую руку забивать даже неудобно. Этого будет достаточно. Дальше будет контур, обрешетка соединяться, обрешетка, сами листы. В принципе, это и будет держать крышу. Поделюсь небольшим лайфхаком, скажем так. Доски, естественно, они все не одинаковые. Они изгибаются, некоторые из них пропеллером, винтом. И имеем мы вот такой вот в 5 сантиметров, не в 5 сантиметров, а в 5 миллиметров перепад периодически. Я это все креплю струбцинами и поступаю, значит, следующим образом. В месте, где необходимо закрепиться, я ставлю две струбцины. Вот одна, вот вторая. И снизу держит еще третья. А там даже четвертая. Место располагаю струбцины так, чтобы мне свободно ходила пила. Вот такая. Дальше на заданную глубину я прорезаю паз. И доски, посмотрите внимательно, находятся сейчас в одной плоскости. Я их забиваю просто киянкой. За счет того, что доски держатся струбцинами, между ними создается жесткое трение. И когда мы берем киянку и просто подбиваем по выпирающей доске, даже несмотря на то, что она, например, просто выше по любой доске, которая выходит за грань вот этой плоскости, мы бьем и они сами между собой выравниваются. Просто нужно бить по две доски, например, вот так вот. И тогда, получается, молоток не пройдет дальше, молоток киянка. Соответственно, мы выводим одну плоскость, потом делаем несколько зарезов. В той же самой киянке берем, взбиваем это все и стамеской проходим, чистим на одну глубину. У меня здесь 27. Влезает дюймовка ровно, не выпирает и все получаем идеально. А для того, чтобы сделать так красиво и аккуратно в каждом месте и потом дюймовкой стянуть стропелины и образовать уже плоскость правильную, а не такую, какую они образуют, например, сейчас, я перехожу дальше на следующее место. Тоже буду фиксировать сейчас струбцинами и сейчас покажу, как они выравниваются. Если действовать планомерно, то достаточно было мне, вот здесь стояла струбцина, видно от нее след по стружкам, одну струбцину всего лишь переместить и перейти на следующее место. У меня здесь диапазон для работы пилы и потом я перейду, просто опять тоже предыдущую струбцину перемещу дальше сюда и будет у меня еще одна зона. Вот смотрите, как выравняется доска. Вот перепад 5 миллиметров на этой и на этой. Просто бьем. Вуаля! Почти идеально. Сейчас вот эти подобью непосредственно к пиле и буду резать. Когда сделали много надрезов, я делаю несколько еще косых, таких диагональных, оно у меня получается само вырубает почти как фрезер. Можно, конечно, воспользоваться фрезером, будет вообще идеально гладко. Но это лишнее, потому что достаточно взять киянку и просто сделать вот так. Остатки я подбираю стамески. Продолжение следует... Продолжение следует...